МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Свердловске проходят курсы на получение лесного пожарного. Как вы пришли в эту профессию? Я пришел в профессию лесника. Мы помимо своих ведений лесного хозяйства в ноябрьском лесхозе занимаемся тушением лесных пожаров и наземным патрулированием. В профессию я пришел в 2001 году, отучившись в Свердловске, в Екатеринбурге, заочина в Лесотехническом университете. И, устроившись в 2001 году в лесхоз, я начал работать с мастера леса. А потом в 2013 году мы получали, ноябрьский лесхоз получал лицензию на тушение лесных пожаров. И мы отучились все руководство на руководителя тушения лесных пожаров. Как часто ли приходилось принимать участие в реальных пожаротушениях? Мне самому не приходилось принимать. Только наши работники, наши специалисты мы посылали. Так как мы руководители тушения лесных пожаров, мы посылали группу. И группа посылалась в помощь. Мы сами как бы в помощь Ямал-Спасову, поисково-спасательному отряду, поисково-ямал-Спасову, мы им в помощь. Сами мы не тушим лесные пожары, только как помощники. А вот когда проходили обучение, кто вам помогал познавать все азы профессии этой? Мне помогали мои родители. У меня родители лесники с большим стажем, сейчас на пенсии. Они работали в Ноябрьском лесхозе. У меня был отец директором Ноябрьского лесхоза. И мама работала там главным экономистом. Поэтому я и пошел по их стопам, отучившись и работая на одном предприятии. Так что мне помогали самих низов. Это как раз помогало непосредственно не мой отец, потому что он был директором, а начальство, под началом которого я работал, специалисты. Сейчас он заслуженный лесовод. Это Клеменков Леонид Валентинович, я отмечу. Это вот заслуженный лесовод, это наш специалист Ноябрьского лесхоза, до сих пор работает. Вот под его началом я работал в Ноябрьском лесхозе. А идея участия в конкурсе ваша была или вас так подтолкнули на это? Ну, в общем, мы с руководством посовещавшись и решили, что мы можем тоже заявиться на конкурс «Лучший лесной пожарный» 2016 года. Почему нет? Мы также подготовлены, как оказалось, неплохо по сравнению с огнеборцами, с ПСО «Ямал-Спас». И вот конкурс показал, что мы сделали правильный выбор, что приняли участие. Но вот победа для вас была неожиданностью? Да, была неожиданностью, потому что я не ожидал, что я займу первое место. В тройке, я думал, что я буду в тройке призеров. Ну, третье, максимум второе место не рассчитывал, потому что там бойцы молодые. Соперники, наверное, сильные. Соперники молодые. Они скоростные, не столько сильные, а сколько скоростные. Там все заключалось в скорости. В скорости прохождения этапов. И по скорости, конечно, они были скоростные. И поэтому я не рассчитывал на первое место. Ну, так уж решила шалихардская жюри, которая была. Потому что в чем-то уступали соперники. Уступали в каких-то этапах. Например, в той же теории, теоретической части. Потому что конкурс складывался и с теоретической частью, и с физической подготовкой. И в теоретической части у меня было самое большее количество правильных ответов и, соответственно, количество баллов. Ну, а в скорости, во втором физической подготовке этапе, ненамного уступали соперники в секундах. Поэтому, видимо, жюри приняло решение в мою пользу. Ну, вот к слову, как раз об этапах. Какой, на ваш взгляд, для вас был труднее? Самый сложный был этап на второй день. Прохождение полосы препятствий. Он не только для меня, он для всех был сложным. А что в него входит? В него входило прохождение полосы препятствий за спиной с ранцевым лесным огнетушителем, наполненным водой. Примерно 20 килограмм он весит в полном снаряжении с водой. По полосе препятствий прохождение наклонных бревен, прямого бревна. Ну, то есть там целая полоса бревен, надо завалы такие было перелазить через них. Потом из него надо было потушить литровую банку воды набрать, то есть якобы условный костер потушить. Потом, соответственно, снять его и приступить к распиливанию трехотрезков бензопилой. Потом, после распиливания бензопилой трехотрезков правильных, взять мотопомпу, это насос водяной, пробежать 70 метров с мотопомпой, подключить ее к шлангу, который должен находиться в воде, подключить рукав пожарный и завести мотопомпу, подать в воду, в рукав пожарный и бежать, уже тушить условный огонь, уже больше по площади, по идее. Пять деревянных фигурах нужно было сбить. Вот в этом заключалось прохождение именно полосы препятствий. Ну, как Вы думаете, успех зависит от физической подготовки или смекалки какой-то? В первую очередь он зависит от физической подготовки, во вторую не от смекалки, а от везения, потому что у некоторых мотопомпа не смогли, оборудование не отказало, они сами поторопились, участник был один, он сразу газ на полную дал, и вода не пошла, он ее не дал пройти через аппарат. Надо было там газ постепенно прибавлять, а он резко, он торопился, он быстро шел, вот, боец Ямал-Спасов. И он, соответственно, на этом погорел. У кого-то пила не заводилась, бензопила, то же самое, не с первого раза завел. То есть это вот везение, именно везение. Где-то поторопились ребята, и, соответственно, они в скорости стали проигрывать. Ну, а основное, конечно, это физические данные, это выносливость, это, соответственно, как ты дышишь, потому что это надо, это же бежать с, во-первых, бег у тебя и с инструментами, и с мотопомпой ты бежишь, и с ранцевым лесным огнетушителем ты бежишь, которые 20 килограмм весят у тебя сзади. Как ты дышишь, как ты распределяешь силы. Ну, то есть полностью соревновательный, еще и надо учитывать, что еще и соревновательный дух здесь присутствует обязательно, потому что те, кто участвовал в соревнованиях, те меня могут понять и знают это. Именно то, что участники еще до того, как начинают в свою очередь идти, участвовать в конкурс, ждут в своей очереди, они перегорают. То есть они морально устают, морально, именно морально силы теряют перед стартом. Они этим самым перегорают на старте и, соответственно, дают уже более низкий и худший результат, чем могут дать. Это есть такое у спортсменов в спорте. Ну, вот в сентябре, если не ошибаюсь, вы, как представитель нашего округа, уедете уже на всероссийский этап. Где он будет проходить? В Пушкино, в Подмосковье, в город Пушкино, на базе авиалисохраны. Там тоже построена полоса препятствий, и там будет проходить конкурс. Уже федеральный конкурс. Как готовятся-то будете? У нас на базе нашего наявского лесхоза, мы же построили полосу препятствий, нас отметили как хороших организаторов, что мы хорошо организовали конкурс «Ноябрьский лесхоз», и, соответственно, построили очень даже неплохую полосу препятствий, не уступающую как раз федеральному уровню. То есть Салихард, руководство, это наше департамент природно-ресурсного регулирования и развитие нефтегазового комплекса «Ноябрьский лесхоз» нас отметило за то, что мы построили такую полосу достойную. И мы теперь разбирать ее не будем, потому что на нашей базе на «Ноябрьского лесхоза» будут проходить и еще конкурсы «Лучший лесной пожарный» в последующем. Я буду готовиться вот на нашей полосе препятствий, проходить все этапы. Ну вот есть такое мнение, что лучший показатель уровня подготовки наших лесных пожарных – это лесопожарная обстановка. Как у нас в «Ноябрьске» с этим обстоят дела? С началом уже пожароопасного сезона зафиксировано нашей службой ПДУ, пунктом диспетчерского управления, два возгорания пожаров. Все удачно закончилось? Да, все удачно. Один из них потушили бойцы «Ямал-Спаса», а второй – либо тоже «Ямал-Спаса» потушил, либо дорожники, потому что один пожар был зафиксирован при дороге, он не входит в лесной фонд. Ну и второй – траву жгли. Ну вот вообще для «Ямау» с учетом погодных условий, у нас природа такая погода непостоянная, капризная, может все ли это быть холодно или все ли это будет жарко? А может быть сухое, жаркое, соответствует пятому классу пожарной опасности. Вот насколько важна профессия лесного пожарного у нас на «Ямале»? Очень важна, потому что без… так как у нас стоят, да, сухое лето стоит жаркое, а люди у нас очень часто ездят на природу, соответственно, у нас от мангалов, от непотушенных костров, окурков происходит возгорание, да и от бликов, бутылок, которые побитые, то же самое, возможно, при сухой траве, при сухом мхе тоже возможно возгорание. Соответственно, у нас на севере и так скудный запас экосистемы нашей лесной. Так, при пожарах она очень сильно страдает горельниками. Горельники у нас, много горельников уже по северу. Ищут торфяники, наверное, они. Да. Ну и поэтому, чтобы сохранить нашу экосистему северную, нашу природу, то, чем мы дышим, наши легкие города, и если касаемо нашего города, то, соответственно, лесной пожарный, очень важна профессия, я считаю, потому что лесной пожарный, соответственно, предотвращает и борется с последствиями пребывания людей в лесу и их некультурным поведением. Человеческий фактор. Человеческий фактор, да. Ну вот, наверное, такой вопрос будет больше к членам жили, чем к вам, но, может быть, за время соревнований вы уже успели оценить, насколько сильна подготовка огнеборцев наших? Конечно, конечно. Я видел всех огнеборцев, кто как выступал. Основных соперников сильных я видел. И, скажем так, основные конкурсанты были у нас Ямал-Спас, бойцы Ямал-Спаса, ноябрьского подразделения. Я скажу, отмечу, что очень хорошо подготовленные ребята. С Надима один человек стал третьим. И второй, Таркасалинец, дагестанец, парнишка, он тоже очень хорошо подготовлен сильно по своим физическим данным, себя хорошо показал по скоростным данным. Ну вот, в теории он слабоват был. А как физически он очень отлично подготовлен был. И вот мы в тройке призеров и оказались. Но вы бы хотели, чтобы ваши дети тоже пошли по вашим стопам? Ну, это уже зависит от детей, что выберут они. Я, конечно, буду прилагать все усилия для помощи своим детям. Ну, а как уже выберут, что выберут дети в своей профессии, это уже от них зависит. Но пока нет таких предпосылок, что уводите прямо в эту профессию, знакомите? Пока нет. А они вообще разбираются в этом? Знакомились с этой профессией? Ну, они приезжали на работу уже к папе, конечно, смотрели, чем папа занимается. Но дочь уже взрослая, 15 лет исполнилась. Он пока уже задумывается. Но пока в другую отрасль, не в лесную ее тянет. А сын пока маленький, 8 лет. Посмотрим еще. Он еще не определен, что он хочет. Сергей, спасибо вам большое, что нашли время и посетили нашу студию. Желаем вам удачи. И привозите золотую медаль с российского конкурса. Спасибо, постараюсь. А я напомню, что сегодня в гостях у нас был заместитель директора ноябрьского лесхоза Сергей Терехов. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok